Всем привет! В новом влоге, в новом дне. Рада вас приветствовать снова на своём канале. Ну, по теме видео, я думаю, вы догадались, про что сегодня пойдёт речь. Так вот, я решила начать прикорм с того, чтобы изучить поподробнее эту тему, разобраться в тонкостях, нюансах, чтобы быть увереннее в своих действиях и в обратной связи от малышки, от её реакции, организма и так далее. И я сразу же поняла, что к прикорму не готовы мы, родители, мы с Игорем. Как бы странно это ни звучало. Здесь дело не в том, что нужно кормить ребёнка каждый день вот этой едой новой. Проблема не в этом. Проблема в том, что у нас есть очень сильная привычка, которая устоялась годами, есть все приёмы пищи перед телеком. Ютуб, фильмы, сериалы, будь то я одна завтракаю, обедаю, или мы вместе, или Игорь один. Мы всегда это делаем перед телеком. И, на мой взгляд, это сейчас большая проблема, потому что пока Алиса маленькая, ну и пока дети маленькие вообще в целом, если говорить, они копируют поведение родителей или тех, кто... Поползун тут у меня. Как я могу вам вещать, если у меня тут ребёнок пытается ползти? Да, доченька? Ты ползёшь? Ползу. Мы тут опять заборы понастроили на кровати, чтобы этот кувырок не кувыркнулся никуда. В общем, продолжим. Ой. Стоп. Этот колонка срабатывает. Что я говорила? Что дети копируют поведение родителей или тех, кто с ними проводит много времени. И, естественно, я бы не хотела, чтобы привычкой стала для Алисы есть перед телевизором, потому что я понимаю, что это плохо не только для детского организма, это и для взрослых плохо. Ну, просто у нас так получилось, так сложилось, и мы почему-то не сильно старались эту привычку сломать. Но когда, как не сейчас, её ломать и воспитывать себя? Как говорится, воспитание ребёнка — это в первую очередь воспитание себя. Поэтому сегодня мы с Алисой вместе с понедельника по классике жанра начинаем есть все приёмы пищи за столом в кухне и без гаджетов. Алиса начинает есть пюре, кабачок сегодня будет, а мы будем стараться есть за столом без гаджетов в кругу семьи. Боже мой, почему мне никто не сказал, что это так волнительно? Доча проснулась, я быстро сделала пюре. Сейчас будем пробовать. Не знаю, я покажу вам этот раз или какой-то из других, но хочу запечатлеть вот этот первый момент просто как перед каким-то важным экзаменом. Сейчас принесу золотко это. Будем пробовать. Ну, малыш, давай будем пробовать. Давай. Ну, как? Странная, скажи, какая-то фигня? Непонятно, да? Непонятно. Будешь ещё? Ты проглотила там что-то или нет? Доченька, тебе вкусно? М? На, вот ещё. Малышка. Ты хочешь сама? Держи. Держи. Давай. Вот так вот. Это ты моё золото. Или ты ещё не поняла, что там на ложке что-то лежит? Дочь. Ты что-нибудь там будешь кушать? Алисенька. Фигня какая-то, да? Не будем больше? Пойдём молочко кушать. Ну, держи. Держи ложечку. Держи. А вот и мой первый завтрак в рамках этого перевоспитания себя. Кстати, сырники со сметаной. Это просто нечто чудесное. Очень вкусно. Вот в данный момент это для меня один из самых вкусных завтраков. Ну, и как и планировала, убираю телефон. Телевизор не включаю. Нахожусь в кухне. Всё. Да будет так. Буду наслаждаться завтраком. Улыбаха моя. Ты моя улыбаха? Мда. Ага. Бррр. Бррр. Да, Тюнь. Алиса. Алисенька. Вот и наш стульчик. Покажу вам поподробнее. Но, наверное, если вы выбирали, уже смотрели, то наверняка натыкались. Это стульчик от Happy Baby. Но не последняя его модель, а предыдущая, насколько я поняла. И, насколько я поняла, опять же, возможно, ошибаюсь, разница существенная только в том, что колеса у вот этой модели, которую мы взяли, предыдущие, получается, у неё передние не поворотные, а только задние. Тогда, как у последней модели, у неё поворотные все четыре колеса. Во всём остальном, по-моему, примерно то же самое. Спинка может быть в трёх разных положениях. Для нас это и было самым важным, потому что Алиса пока ещё не сидит. Подножку можно установить в трёх положениях. Вот так, как сейчас получается под углом 45 градусов, насколько я поняла. И совсем без неё, когда она опущена вертикально. Удобно, что задние колеса можно зафиксировать, и они не будут крутиться. За счёт этого, когда собираем вот так и ставим на блокировку задние колёса, то стульчик никуда не разъезжается, стоит нормально и не падает. Ещё здесь есть вот такая вот, ну как бы, имитация корзинки, что ли. Ну, в общем, место для хранения. Сюда можно будет складывать какие-то принадлежности или игрушки, но мы пока что никак не используем это место. И вот так удобно можно расположить столик, чтобы он не занимал места, ну, спереди, когда мы вот так собираем его. Ну и в целом, пока он не используется, он вот так вот может стоять. А когда ребёнка садим в кресло, тогда достаём столик и ставим его уже туда, где он должен быть. Для меня ещё было важно то, что этот столик, стульчик, не знаю, как правильно сказать, он регулируется по высоте. Здесь можно, ну, вот это самое высокое положение сейчас, чтобы, ну, меньше нагибаться к ребёнку, а потом по мере взросления, когда будет становиться выше, можно будет его опускать ниже-ниже и в том числе приставлять к обычному столу, если будут позволять габариты. У нас сейчас не очень позволяет, поэтому я думаю, что и потом она будет, наверное, сидеть за этим столиком. Ну, в общем, посмотрим, как будет потом. Ещё здесь прикольная штука есть, это вот такая подножка, она тоже регулируется, вот эта вот светлая палочка, она регулируется тоже по высоте, в трёх положениях ставится и позволяет ребёнку, когда уже повзрослее, залезать на стульчик самостоятельно. Мы с Алисой снова в деревне. Смотришь там прям, да? Пока Алиса там развлекает бабушку, или наоборот, не знаю, как там у них что-то воркуют. Я тут с вами поболтаю про мои волосы, оставшиеся. Последнее время вот такая прическа самая практичная, наверное, и меньше волос летает по дому и везде вокруг. Просто два месяца где-то после родов я думала, ой, зашибись, меня сильно не коснулась проблема выпадения волос после рождения ребёнка, но я ошибалась. Надо было немножко подождать. Мне кажется, где-то два с половиной в три месяца Алисы у меня начали выпадать волосы просто пучками. А это трындец, честно говоря. Я не знаю, когда это закончится. Насколько я знаю, насколько я изучила информацию ещё во время беременности, это вполне нормально, и сейчас за какой-то более-менее короткий промежуток времени должно выпасть волос столько, сколько не выпало во время беременности. Потому что во время беременности организм женский работает так, что волосы сохраняются как можно больше, и выпадает их минимальное количество. Поэтому сейчас, когда после рождения ребёнка организм приходит в норму помаленьку, волосы выпадают с усилием, потому что ему надо наверстать то, что не выпало за те предыдущие девять месяцев, ну и плюс вот это обычное волосопотеря. Вот, как-то так. В общем, жду, когда всё возобновится. Но вот эти вот штуки, такие залысины у меня, они у меня всегда были. Ну, не всегда. Знаете, наверное, ну лет с двадцати трёх, с двадцати четырёх вот такие залысины у меня появились. Они были не связаны с беременностью, но я не знаю, почему. Просто вот у меня так, видимо, работает организм. Я обращалась даже к трихологу, но что-то он мне не сильно помог. Не сильно его методы мне помогли. Вот. И вот эти вот, вот этот рост волос, вот маленькие вот эти вот волосюшки, они у меня всегда растут. Вот обычно говорят, что после беременности вот начинают вот эти антенны торчать во все стороны. Но у меня как-то они и без беременности так было. Стараюсь как-то не обращать внимания. Ну, как есть уж. Завтра у нас шестой день прикорма кабачка. И я с собой не брала, потому что знала, что здесь есть свежие молодые. Вот сорвали. И я решила в этот раз отварить. В первый раз я его на пару готовила и удаляла семечки. Ну, ложкой вычищала вот эту часть. И оставалась, ну, корочка и чуть-чуть внутреннее без семечек. Вот. И потом делала пюре. В этот раз решила приготовить в воде. Ну, сварить их просто. И не удаляла косточку. Попробуем так. Посмотрим, что получится. Кстати, вот за предыдущие, получается, пять дней. В первый день Алиса чуть-чуть поела кабачка. Во второй, в третий практически полный отказ был. Прям, ну, не знаю, если она там какой-то миллиграмм съела, и то хорошо. А вот четвертый и пятый день, в принципе, начала есть. Четвертый, я думаю, где-то она ложку съела. Ну, чайную. Если убрать все то, что она выплюнула назад, ну, и размазала по лицу и по одежде. Вот. А сегодня, вот пятница, она съела, по-моему, где-то, ну, ложки две или полторы точно. Вот, надеюсь, в деревне тенденция не сменится, будет все идти хорошо. А этот кабачок я решила пожарить для нас. Вот так у меня получилось из одного маленького-маленького кабачка. Все вот так закрываем и отправляем в морозилку. Один кубик, примерно две третьих столовой ложки получался. Вот. Завтра будем такое пробовать. Предыдущие дни Алиса ела зелененький кабачок. Было зеленое пюре, теперь желтое будет. Песик, лапоньки сложил, лежит. Чему, маленький котик. Песня. Ну. Ну, тебе посмотри. Сразу ей вроде, ей вроде и жалко. Ну, песенка, ну, наверное... Чему, сладкий. Ну, песик. Ну, скажи, вы на меня не обижайтесь, да? На меня не обижайтесь. Когда всю ночь ходи, всех буди. Ну, песня. Такой деловой тебе. Вообще. Всю ночь ходит. Всех будит. Туда-сюда. Да. Пустите его, запустите, выпустите. А тут вот у нас... Хопа. Еще один котик такой сидит. Да? Сладенький такой. Такой сладенький котик сидит. Готенька. Маленька моя. Девочка. Мы тут вышли немножко подышать. В ограде, правда, далеко не пойдем, потому что... Ну, какая-то погода такая. Вот. Вроде дождик немножко капает. Ну, прям такие отдельные капельки. Ну, вдруг сильно пойдет. А мы тут в автолюльте. Вот. Чтобы нам быстренько убежать. И пока хотела поговорить с вами еще про прикорм. Про то... Я вот в начале видео вам говорила, что... Я перед тем, как начать прикорм, поизучала эту тему поподробнее. И вот для себя отметила несколько принципов, которых собираюсь придерживаться сама. Вот. Не только в прикорме, а в целом в питании. Первое, что касается не только Алисы, ну и вы это уже поняли, что во время еды должно быть полное отсутствие гаджетов. Книг, игрушек и так далее. Вот. Ну, у нас касаются гаджеты, конечно. Телефоны, телевизоры и все такое. Вот. И Алисы тоже не... Я считаю, что не нужно приучать ребенка есть во время просмотра каких-то мультиков, там, во время игры и так далее. Если мы едим, значит, мы едим. Вот. Ну, и именно поэтому я хочу транслировать правильные привычки, правильные ценности ребенку. Ну, с моей точки зрения, правильные. И поэтому и сами мы стараемся при ней научить себя не есть с телефонами, за телевизорами и так далее. Вот. Ну, это вы уже поняли 300 раз вам сказала. Короче, двигаемся дальше. У одного из врачей, у педиатра, по-моему, слушала лекцию. И он сказал одну такую вещь, что одной из ошибок родителей является то, что сами едят во время сна ребенка. Ну, типа, ребенка уложили, слава богу, спокойно поем, там, чай попью. И это является ошибкой. Почему? Потому что ребенок не видит, как ест родитель. Ну, и, соответственно, вот пока он еще сам не ест, ну, это касается детей, которые еще не едят сами. У него не возникает понимания, что происходит. Когда он видит жующего, вот это с удовольствием родителя, как он ложку несет ко рту, как он жует, там, причмокивая и все такое. У него возникает больше пищевой интерес. Мы стараемся уже целую неделю. Мы едим вместе, без гаджетов, за столом, всей семьей. Алису садим на стульчик, просто и она вместе с нами сидит, пока она там не ест. Потому что, ну, прикорм я ей ввожу в первой половине дня, одна без папы нашего. А вот вечером мы едим все вместе. Вот, то есть второе наше правило – это едим вместе с ребенком. Следующее – это не заставлять ребенка есть, если он не хочет. То есть наша задача – предложить. Пока вот у нас прикорм, я собираюсь просто вот предлагать ребенку, там, кабачок, потом другие овощи, фрукты и так далее. Буду предлагать, но если будут отказываться, ну, отказалась-отказалась, значит, не хочет. Не пичкать и не воспринимать это в штыки, не делать акцент на том, что вот я три часа готовила, а ты не ешь. В общем, ну, если не ест, то не ест, не хочет, и ладно. И такого принципа я буду стараться придерживаться, ну, дальше и по мере взросления, когда уже будет не прикорм, а обычная еда. И в том числе, когда, например, я приготовлю одно, а ребенок хочет совсем другое, я постараюсь, опять же, не воспринимать это в штыки и пытаться предложить альтернативу. Понятно, что у нас не будет там шведский стол какой-то, ну, например, когда вот ребенок уже разговаривает, можно предложить, вот у нас там есть вот это, вот это, или я буду готовить вот это и вот это. Ну, в общем, чтобы ребенок тоже учился делать выбор, учился принимать решения, и если выбрала одно, ну, значит, как бы это твой выбор. Если ты там через час, пока я это приготовила, уже не захотела и это есть, ну, значит, не будешь ничего, извините, пожалуйста. Вот, получается, третье наше правило, это не заставлять ребенка есть, если он не хочет, просто предложить. Четвертое правило, это минимизация количества перекусов, ну, как у ребенка, так и у нас. Следующее правило, это не награждать ребенка чем-то вкусненьким за съеденное, то есть не манипулировать, не говорить то, что вот съешь там тарелку супа, получишь конфетку, и после еды сладкое тоже не предлагать, чтобы, ну, не было вот этой ассоциации. И также к этому правилу, наверное, можно присоединить еще одно, то, что сладким и всякими конфетками, там, шоколадками не успокаивать ребенка. Если там ребенок плачет по какой-то причине, и, в общем, не стоит ему говорить, что вот успокойся, на тебе шоколадку. Это не та работа, в общем, это не успокоение ребенка, это просто его отвлечение. Но важно понять там, почему ребенок плачет и что с этим делать. Пока ребенок маленький, понятно, что там сильно такого диалога не получится, но по мере взросления я хочу больше разговаривать с Алисой и понимать, почему ребенок там ведет себя тем или иным образом, а не пытаться заглушить его эмоции конфеткой, шоколадкой, криком, там, или еще чем-либо. Ну и последнее правило, которое я себе зафиксировала, это разнообразие в рационе. Сейчас у Алисы понятно, что нет разнообразия сильно маленькое, но вот что касается нас, то мы сами едим не очень-то разнообразно. И приходя в магазин, там, в какой-то большой супермаркет, мы видим вот разнообразие продуктов, которые мы почему-то никогда не берем, не кладем в свою корзину. И что-то непривычное взять, это уже как-то, ну как будто бы даже глаз не падает на это. Я вот хочу именно себя научить тому, чтобы, заходя в магазин, брать какие-то и новые для себя продукты, делать рацион более разнообразным, ну и приучать к разнообразию Алису. Алису стыбзили у бабушки желтый цветочек. Ей эти цветочки сильно полюбились. Не помню, я показывала вам или нет, когда мы приезжали в прошлый раз. Вот эти цветы желтые, большими прям такими кустами цвели. И ей так сильно понравились они, она прям ручками разводит, трыгается вся, радуется, когда к ней, когда к цветам ее подносим. Италии. Италии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот наши замороженные кабачки. Здесь еще было две штуки. Их сегодня Алиса съела. Кстати, очень хорошо прям ей зашло. Ну, не знаю, сошлись все карты, наверное. Может быть, она раскушала кабачок. Может быть, желтый ей понравился больше. Может быть, он потому что маленький, молоденький, свеженький. Плюс еще это был вареный кабачок, а не пареный. Хотя мне на вкус этот кабачок оказался менее вкусный, чем тот, который первым мы делали на пару. Вот, ну, в общем, два кубика она съела. Но я сильно в граммах тут не заморачиваюсь. Просто сколько съест, столько съест. И, ну, первые дни там я половинку вообще тут кубика давала. Маленькие порции замороженные, когда дома ела. А вот, получается, позавчера, или вчера. Вчера она хорошо съела полторы кубика примерно. Сегодня вот я дала два. Завтра, ну, разморожу три на всякий случай. Съест три, значит съест. Не съест, ну, ладно. Вот, как-то так. Еще хотела завтра цветную капусту приготовить. Но что-то у нас в деревне ни у кого, наверное, нету. Не знаю. Пока не можем найти. Может быть, пока продолжим кабачок. Пока мы еще здесь, в деревне. А потом приедем и в городе уже цветную капусту купим. Кстати, еще забыла сказать. Я добавляю в пюре кабачковое одну-две капли растительного масла. Ну, просто чтобы полегче проходило по кишечнику, так скажем. Субтитры сделал DimaTorzok